сегодня пошла в гараж совершенно за другим что-то увидела эту прекрасную желтую вазу помните даже я не помню в каком году покупали но в комментариях кто-то написал можно сделать вазу для саккулентов это вспомнила хотя совершенно другое хотела сделать это сделаю а совершенно другое потом покажу как мы выходим с камерой что-то заснять или самолеты или соседи помните рассказывала про эти саккуленты которые растут как ни в чем не бывало как будто ваза не тесная не маленькая растут как раз либо просторном месте сейчас саккуленты сюда красиво посажу как раз по телевизор а у нас такой шкафчик стоит всегда пустой что-то поставила не нравится думаю это желтая вазочка саккуленты несколько некоторое время там послужит в роли красоты сейчас здесь у меня где-то очень хорошие земля как оказалось не уже несколько дней копаемся детьми гарденинг делаем это туда это сюда пересаживаем немножко земли добавлю видите как я разрыхляла эту землю теперь самолет и соседи все вместе коктейл получается соседний самолетский сейчас заканчивай аром терпи он не любит под звуками снимать захар умар как говорили наши бабушки тихо было вышли у них чутье какое-то знаете что хочу делать все-таки освобожу немножко потому что очень тесно они там прожились оттуда отсюда у меня везде саккуленты наборчик такой красивый сделаю и самое интересное эти перед домом растут свободе еще не зацвели даже следа нету надежды нету что у них цветочки появятся такие розовые красивые а здесь в этой тесноте они так хорошо себя чувствуют есть для людей они любят свой тесный домик их поселишь уютный большой такой дом нет я тоже не люблю большой дом я люблю наш маленький домик у это эти даже такие тоже у меня там растут но цветочков нету а у это вы видите но все равно отрежу смотрите эти как хорошо растут маленький кусочек был думаю хватит не хочу чтобы обиделись живите все идем передний домик но передний дворик и это же возьму и в одно время как дерево под деревом целый куст роз но удалила подумала дереву мешать будет это я ноги чистила если не ошибаюсь это мы тоже вместе сажали помните эти тоже так обросли проросли сейчас возьму а этих я отсюда выгнала они плохо себя чувствовали по моему это тоже красивый это положил вот пройдите видели да как они растут там цветочки будут скоро а здесь не растут то есть растут так себе скоро все это удаляю в передней части передний дворик что я хочу из этого дворика здесь очень красивые есть измен вот тоже привозила помните о как хорошо росли смотрите вот эти маленький кусочек положила они уже так развелись но не развелись что сделали сарам развелись что-то сделали сарам развелись аккуратно выходят сейчас посмотрю сколько здесь у меня места и соответственно или еще добавлю или не добавлю ах как хорошо на траве зеленой такие дырочки сделаю дырочку делаю саккулент туда кладу смотрите из всего ростка то есть этого хвостика как это называется стэм корни выходят немножко сломаю и аккуратно прямо вот так это пусть виднеется потому что красивый они все красивые но есть более красивые есть более такие скромные на вид это тоже сразу вот так положу пусть вот так вешаться зависает эти очень нравятся они когда-то не знаю сколько лет назад в санта барбару поехали эти росли в большом таком горшке только эти были такой маленький кусок отрезала привезла собой я тоже посадила хорошо росли там тоже есть хорошо растет распространяется не знаю где я их посадила если поищу найду где-то так положу они так зависят как плакучая ива это не хочу хочу большие куски а это слишком я не знала что этот сорт может быть таким огромным я их все равно собираюсь удалить и посадить рассказывала под деревом хочу саккулянтный такой садик сделать вот здесь они уже мешают друг другу наверное удалю отсюда но это пусть пока ждет такой тоже хочу пойду в передний дворок я думала здесь больше растет здесь если даже не поливать они будут расти вот такие они это возьму неплохой помните у нас град шел после этого града у всех на лепестках такие остатки следы то есть это возьму это кто у нас эти очень нежные сразу обрываются вот эти их не надо удалять потому что они маленькие все равно в этой вазе их не видно будет картошка зато растет там посмотрели там картошка ананас не растет просто поставила пусть будет здесь картошка растет а здесь те самые один росток положила уже размножилось размножилось умножилось поняли все наверно только это возьму вот в этой части смотрите есть факюлантный садик есть все камушки видите там у нас факюланты посажу может быть кактусы тоже как-нибудь потом камушки и будет хорошо сходиться с передней частью а это два дерева как сплетились все рассказала давно здесь не сидели но уже весна можно сидеть и генея уже еще ямварь возмущаются люди у которых снег лежит холодно мерзнут где-то в январе весна где-то в январе зима сирень прикрепился прижился из лейкерогет привозили видите новые ростки думаю хватит переполнять не буду они даже камушки добавлю думала камушки добавлю но не пусть свободно себе растут размножаются это тоже положу пусть будет здесь и это тоже положу просто положите на землю даже не посаживайте они растут корни сразу выдвигаются всех немножко полью и помещу под телевизор посмотрим как будут себя чувствовать немножко оставлю потом во двор куда-нибудь а вот эти обратно в землю ничего не случится поверьте они любят землю лишь бы была земля какая она им неважно это что неизвестный не знаю вы же смотрите корней у них нету как каково ну не обсайда он говорит головой вниз нет это корень но все равно растет человек хочет расти растет это как ребенок если хочет учиться будет учиться не хочет вы хоть голову разбивать не будет пошли поехали здесь тоже да хорошо было бы но раз уж сказала под телевизор сначала пусть немножко там постоит точка рунтур снимает ссылку поставлю посмотрите я должна была рунтур их комнаты заснять как то не получилось уже снимает это временно добавила но по моему очень хороший вид придали эти веточки вечно зеленые но потом когда стареют выпадают поскольку это временный натюрморт на этом шкафчике цветы тоже потом уберу ничего не случится но по-моему неплохо издалека чужим взглядом можно смотреть мальчики собрались ждут когда придет время смотреть телевизор еще 40 с чем-то минут у них есть это наш самый любительный мальчик спортивный может быть домашнее задание говорю закончила совершенно немножко осталось представляете но ждет когда настанет телевизор это притягивает и вредит что-то в этом роде посидел хлебушек здесь сел но ничего почистили ничего не случилось так это там останется но мне этот букет здесь не нравится ни при чем я правы уберу у нас места нету для таких букетов какое-то время в этих уголках храм и санкельные по сторонам камина что-то обязательно было у нас два похожих скажем цветка или что-то зеленое потом мне понравилось люблю минимальное количество растений в доме вне дома хорошо но когда слишком много не мешает что-то мешает цветы не против даже цветов иногда люблю когда ничего нету дома отдыхает воздух как будто очищается и потом уже приходят цветы потом туда-сюда сегодня совсем забыла орхидеи хорошенько искупала у дочки их нужно покормить но наверное через неделю где-то когда второй еще раз буду их промывать и кормить покажу как делаю две поставила до подождите у дочек пока не знаю какой цвет но вы угадайте приблизительно они закончили свою лунду мы сняли каран миватки анган он говорит на полу что-то есть чек на карлу флора флор не снимаем это у лилит поставили смотрите по вашему какой цвет можно догадаться вот это еще не вырос но подрастает это тоже можно угадать какой цвет уже можно да по этим эти части когда фиолетового цвета значит цветок тоже к этому цвету тянется это более думаю светло-зеленый цвет будет я так думаю может и белый но не ясно вырастут увидим новая ланца ром тура они ром тур снимали ссылку поставлю увидите это наш малыш наш внук паук несколько дней назад дочка кормила то есть этих больших давайте покажу нет не хотим что позволило нам заснять в общем дочка он обычно так сидит где-то или в обычном в обычной форме она покормила его для нее специально каждые несколько дней выкапываем этих ужастиков домой их не приношу но ради вас все возможно anyway он их любит паук и дочка пошла кормить потом вошла в комнату вижу паук прямо такой большой стал говорю Люсь это ты покормила и он сразу так вырос говорит нет мам когда ему корм даю но они едят только живое что-то двигается говорит нет они притворяются большими чтобы напугать жертву чтобы жертвы их говорю бедная жертва уже испуганная да ну из матушки земли удалили корни кушают эти негодяи потому что у нас здесь только корни растут нам нужно корни сажать anyway это не важно маленький ужин наверное приготовлю детям все пришли сандвичи с арахисовым маслом наелись а у тебя что хочется что он сандвич с медом кушал наш сладкий оператор что-нибудь приготовлю вечер хорошо проведем а для себя вчера не полинилась с суп с йогуртом точка тоже не кушает я одна сейчас ем но вместо пшеницы я айнкорн это единоросс пшеница единоросс очень нежная очень легкая хорошо переваривается так что советую посмотрим что будет дальше коллектив решила что будут готовить апельсиновый сок потому что они хотят апельсиновый сок со своим сандвичем или попробуем лимон 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 и говорит может с лимоном тоже попробуем грейпфрут тоже есть это это лимон 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 не такой уж круглый это для апельсина окей сейчас начнем он готов не знаю готов или нет но окей ух нужно держать ух ух доехали ух нет не а с надо лимон все с не это это где раз все 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 Это не в порядке. Я не знаю. Это тяжело. Я думаю, что это струнется. Не, обычно это не так. Не сломал. Нет, не сломал. Не сломал. Вау! Вау! Я не люблю оранжев. Я не люблю ничего. Я люблю эти оранжев. Я не люблю их. Я люблю оранжев. Я люблю оранжев. Я люблю оранжев. Они не портятся. Я не хочу, чтобы они испортились. Это я хочу сделать. И сломал. И сломал. Я сломал. Из трех апельсинов И в этот раз выходит стакан жюса. Я купил. Кто хочет? Я выпью. Сразу съел три апельсина, мальчик. Ммм. А у вас? Оранжевый. 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 Это как кровь. Нет! И кровь оранжевая? Да, я имею кровь. Что это? В кровь. Это просто оранжевый. Безусловно, кровь оранжевая. Это же самое вкусное. Да, да. Смотри. Оранжевый. Оранжевый. Пока не жмут апельсины, как захотелось. Свежий, хрустящий. Невинный салат из огурцов. А-ля азиатский стиль. Звук какой. Иногда нам застревает эта штука. Намасливает немножко. Лучше работает чубурная штука. Окей. Чищу Алла огурсины. Нет, мандарины. Огурцы. Просто вот так. Орха! Какие шумные стали. К вечеру все дети шумные. Как будто их энергия за счет нашей энергии удваивается. Я поняла только что, что случается. Рисового уксуса не нашла. Наверное, добавлю уксус красного вина. Вкус разный будет. С рисовым уксусом лучше получается для кислости. Но, как говорится, чем богаты, тем мы рады. Лучше этим попробовать. Мандолин. Чтоб черные маленькие кусочки были тонкие. Посмотрим, что получится. Это чтобы лучше видеть. И не начинайте эгены. Заказывайте очки. Подождите. О, хорошо. Руки осторожно. Слышу, слышу. Руки осторожно. Слышу, слышу. Можете сюда. Посолю. Хорошенько замешаю. Когда они такие тонкие, нужно сначала, я думаю, то есть так посолить, чтобы они взяли соль. Потом уже виноград добавить или заправку добавлять. Любую заправку можно добавлять. Но сначала соль. О, знаете, что вспомнили. Открыла шкафчик. Увидела там тунец. Дочке говорю, Лиль, хочешь салат, но не салат, а сандвичи. Как раз хлеб у нас для сандвичей. Тунцовый салат или из тунца. Говорит, мам, это было последнее мясное или рыбное блюдо. Что-то, то есть, которое я съела перед тем, как стала вегетарианкой. И правильно говорит. Говорит, решила в этот день и сказала, я очень люблю салат или сандвич с тунцом. И сразу вспомнила. Говорит, мам, ну я сейчас не могу терпеть вкус морепродуктов. Интересно. Сейчас хотим проверить, как у нее с тунцом. Какие отношения у нее вкусовые с тунцом. Это вас заговаривала и огурцы не замешала. Если кто-то не догадался. Нормально. Что делать с заправкой? Думаю, в одной миске собрать. Думаю не собрать. Добавлю немножко чили. Это не острый. Красный чили. Это острый. Совсем чуточку добавлю. Капельку. Еще у меня несколько капель. Можно всегда добавить, но убавить не получится. Немножко винный уксус. Можно лимон добавить. Но очень хотела с уксусом. Не знаю, что получится. Чеснок и мбич. Чеснок мало добавляю. Не хочу запаха чесночного. Но лучше все это в винегрет собрать. Хорошенько размешать. Потом добавить. Ну, если ленитесь. Не хотите. Можете так. Хорошенько очищаем. Кунжутные семена. Сверху можно добавить. И размешать. Салат готов. А вы думали. Черный перец, наверное, не добавлю. Это как будто сразу на ногах. Быстрый салат получается. Черный кунжут тоже хотим. И сейчас одеваем перчатку. Хорошенько. Знакомлю друг с другом. А если бы было в заправке, лучше было бы. Теперь придется отдельно всех огурчиков. Аккуратно массировать, заправлять. Но, честно говоря, все равно вкусно будет. Можно было семена потом полить, посыпать. Ну, знаете, говорят, когда семена мокрые, они лучше действуют. Это я на ходу вспомнила. Что сказать, что сказать насчет семян. Сейчас на вкус попробую. Можно было побольше чеснока. Было бы лучше. Какой вкусный. Знаете, что хочет? Сахара хочет. Но сахар не добавлю. О, капелька меда. Что будет, если мед добавлю к огурцам? Может, нельзя? Сладкий соус у меня. Нету сладкого соуса. Совсем чуточку этого подсластителя. Помните, рассказывала, очень понравилось. Подписчица посоветовала. В ссылках поставлю. Очень невинный подсластитель. Из чего? Сейчас вспомню. Скваш какой-то. Кабачка какая-то. Из кабачки. Сладкой. Вкусно. Это чили с сосами чили. Масло. Острое чили и кунжутное масло. Ммм. 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 Как вкусно. Ну, немножко чили давайте добавлю. Не очень острый. Все, можно сразу кушать. Дайки натянули. Скушали сразу, но мы сейчас готовите, а не мы. Ммм. Вы тоже можете готовить. В холодильнике эти огурцы засиделись, не хотела, чтобы испортились. А наши дети, если не режете сольчиком, не заправляйте, они не едят. Им тоже оставила. Окей. Это так. Сейчас быстро сандвич тунцовый готовлю. Посмотрим, какие воспоминания у дочки. Ммм. Как вкусно. Ну, чили добавила, все на месте. На место пришло. Окей. Уже салеблено? Угу. 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 Телета сегодня, когда повесила, сказала, если он увидит, сразу заберет. А сама нашла где-то. Где-то валялась игрушка, взяла и повесила. Ходит на ровар. Аня, азоват. А, брат, мы принес. Это окей, Ануша. Это узмай зверюшки, это окей. Игра, где где? Я знаю. Я? Да. Солюка, идем узмай зверюшки. Да. Он любит свои зверюшки. Иногда их теряет. Сейчас, Сирена, очень вкусно. А, ты тоже попробуешь понравиться, если захочешь. Давай угощу. Маленький кусок. Чтоб не обиделись подписчицей, фанатки. Неплохой. Вкусно очень. Хорошо. Итак, друзья, товарищи. Будет премьера через 7 лет. Вот Талика. Вегетарианная варка. Савельевс. Из 2014 года. Это девушка Лилитя Альоян. Съела тунцовый сандвич. И перестала больше кушать что-то из животных. Сейчас опять возвратилась к животным. Честно говоря, не знаю, кому принадлежит эта идея сандвича из тунца. Но, как говорится, это уже совсем не важно. Кто как готовит, не знаю. Самый примитивный вариант. Тунец. Иду за майонезом. Держите меня. Как хорошо майонез купила. Майонез. Немножко. Скажите. Эгинэ, лук ищите. Кто как любит. Обычно делают начинку. Только тунец с майонезом. И кто что хочет, сверху уже сыплят. Может быть, лук. Подождите. Все, что-то вспомнила. Как хорошо. Мне кажется, все ингредиенты под рукой. Лук в блендере. Окей. Нашли лук в блендере. В холодильнике у меня можно человека найти, если поичкать. Наверное, не добавлю зелени. Хочу, чтобы муж тоже попробовал. Отдельную часть сделаю без всего этого. Маленькую часть. Пусть попробует. Может и понравится. Может с барбекю соусом тебе понравится. Окей. И дайте вспомнить. Я это 100 лет. Может быть, в последний раз готовила 7 лет назад. Может, точно не может. Точно тогда. Она перестала. Я тоже не ела. О, оливки. Как будто я знала, что буду готовить это. Окей. Если кто-то что-то вспомнит, в комментариях добавьте. И в следующий раз не забуду. Сначала для мужа сделаю. Отберу то, что, думаю, надеюсь, он съест. Черный перец только. И молонез. И, наверное, совсем немножко соли. Попробовала на вкус не соленый. Соль, 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 где ты? Смотри, немножко еще у нас для соления. То есть огурчики соленые добавлю. Немножко. Так быстро пропитывает. Любит тунец майонез. Нет, его же ужасный салат. Не салат. Салат же так вкусно. Давным-давно из Сабвея. А, ты что брал из Сабвея? Так смешно было. Он из Сабвея брал. Сандвич брали, работали. Когда ехали на покупки для магазина. На ланч, как вот, покупали сандвичи. Он брал только хлеб, салями, сыр, кетчуп. Да, эти три вещи на сандвич. И все, больше ничего. Я брала сандвич из Пунца, на который просила добавить все, что есть под рукой. И добавляли и халапеньо, перцы соленые, острые. И свежий огурец. И томаты хотела. И лук. Совсем немножко light anonies. Легко на лук. Что еще добавляли? Lettuce. Все, что можно, да. Что у них под рукой есть, добавляют во все сандвичи. Просила. Очень смешно было смотреть на его сандвич и на мой почти не закрывающий сандвич. Все там было. Я очень люблю разнообразие. Очень люблю многовкусие в виде. Но мне не повезло. Дети это не любят. В папу пошли. Окей, я нам джанва заговорила. Все приготовила. Сейчас знаешь, что делаю. Хочешь, твой приготовлю. У нас быстро-быстро получится. Нет, если вдруг хлеб замочится, не съест. Подождите. Возьму столько. На два сандвича возьму, Арам, если захочешь. Совсем немножко лука добавлю. Это как, не знаю сколько, чайная или столовая ложка. У нас две консервы были. Думаю, у всех стандартные. Мелко-мелко, несколько маслин или оливок. Потом напишите, если вас не затруднит, кто как готовит. Селери сельдерей. Похоже, да, на английский? Селери сельдерей. Мелко-мелко, для хруста и для прекрасного вкуса. Так, что еще? О, огурчики. Халапиню тоже принесла, но отдельно на мой добавлю, потому что дочка боится острова. Еще один, наверное, очень люблю в салатах, соленый огурец. Как в оливье. Что еще? Все. По-моему, красный перец. Маленький, мелко порезанный. И свежий перец тоже добавляют некоторые. Посмотрим. О, зелень тоже добавлю, Арам, раз уж для тебя отдельно делаю. Кинза хорошо подойдет. Чуточку. Уже вкусно пахнет. Зелень пришла на помощь. И так вкусно пахнет. У меня не знаю, проблема с запахом майонеза. Все, начинка готова. Один единственный маленький халапиню для себя отделю. Это очень острое. Если вы боитесь острого, не прибежайтесь к этому халапиню. Прочла комментарий. Писали. Эгеме любила и советовала соус сирача в каком-то ресторане. Рискнули, попробовали. Сгорели. Никак не могли успокоить. Извиняюсь. Не слушайте больше меня, окей? Я ничего не понимаю во вкусах. Не трогайте алопыню. Он очень острый, но вкусный. Окей, это так. Сейчас режем хлеб. Листья салата. Давайте листья салата мелко-мелко. Но не добавлю. Просто на сандвич положу. Терпите, терпите. Почти доходим. Хлеб для сандвича уже сказала. Будем готовить. Очень скоро. Вы можете толсто, тонко намазать. Сегодня у нас сандвичный день был. Мальчики ели. Алям, давай немножко здесь сделай. Может не понравится. Что делать? Что делать? Помогите девочке. Сюда налью. Если не понравится, любой соус можешь попробовать. У нас разные барбекки соусы есть. Пусть, которые ему нравятся. Это и ты кушает. А то поставлю что-то не то. На голову мне даст. Нет, не шутите. Он вас бьет. Но вы не говорите, скрываете. Если не буду скрывать, вообще бить будет. Камеры по голове. Кто-то поверит. Действительно, что говорила. Шутила. Говорила, он так бьет или что-то делает. Вегина действительно у вас бьет. Вы что-то скрываете. Конечно. Каждый день по режиму. Утром днем, вечером. А нам так поставлю. Попробуешь. Хочешь на треугольнике сделаю. Этот сандвич, по-моему, только на треугольниках. Лучше кушается. Там кроме тунца больше ничего нет. Вот это его сандвич. Хочу, чтобы попробовала сначала. Потом уже сделаю сандвич. А то дело я не смогу съесть. Столько. It's ok. Говорит, боюсь, не понравится. И нехорошо будет. Порься, айвас. Чик, чик, чик. Все, этот запах не нравится. Оспун мне нравится, говорит. Она с деревянными ложками и палками не ест. It's not bad. It's ok. Хат-холвану. С хлебом не лучше. Порься. It's ok. It's ok. Слаку мэмурану. Yeah. The taste is like... The taste is like... The taste is like... Другой пробует из морепродуктов. Не нравится. Но... Тебе... Не то что некоторые. Мы откисаем пока. Клюк драны цельдей. Огурцы тоже хорошо подойдут. Огурцы тоже хорошо подойдут. Хамов гляния. I'll try it like that. Like this? Like this? Um... Sure. Are you sure? Yes, let's serve. Пусть будет минсток линей. Let it be, let it be. И... Ok. Продолжаем наш фист. Это галапеньо в главных ролях. Кэшчэдрэти. Нормально. Ok. Ну и... Это будет... Actually... Can I have some cucumbers? Почему бы и нет? Кто сказал, что нельзя? Угу. Итак. Друзья, товарищи. Спустя 7 лет... Я тоже из ее татаряра Чангевель. Когат. Ok. Будем наслаждаться. Других не зову. Не надо просто... Притворяться, что... О, дети, хотите это кушать? Нет. Они это не едят. Все скучилось. Мейл, что ты делаешь? Терми, а что? Инч. Мейл. Шавкетч. О. Вкусно. Садимся. Мейл. Мейл. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дочка сказала, мам, ничего не трогай Сейчас приду, все сделаю Две секунды сделает А я если уже начинаю украшения снимать, это значит конец фильма Очень люблю их утром одевать, но к вечеру уже люблю, когда они уходят На временный отдых Эти никогда не снимаю Вот такие дела Пойду халат одену Зубы почищу Этих маленьких Соберу под свои крылья И посидим немножко, телевизор, наверное, посмотрим И домой-домой И домой-домой поспим Так что Как договорились, так и сделаем Бег барцер на ваги воля-сен Говорю громко, играй, что я слышала Бег барцер на ваги воля-сен